Дорожно-транспортное происшествие у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна Синдром обструктивного апноэ сна – это состояние, характеризующееся наличием храпа, периодическим спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки и прекращением легочной вентиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением уровня кислорода, грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сомливостью. Обратите внимание на конец определения – грубой фрагментацией сна, повторюсь, и избыточной дневной сомливостью. У пациента может отмечаться 500-600 остановок дыхания за ночь, и это 500-600 пробуждений мозга. Ведь ситуация такая, что мозг заснул, дыхательные пути спались, падает насыщение крови кислородом, что в итоге опять же подбуживает мозг, мозг слегка просыпается и открывает дыхательные пути. Человек всхрапывает, надышался, насытился кислородом, мозг опять заснул, и как только он заснул, дыхательные пути сузились, и опять не хватает кислорода. И представьте себе, 600 раз кто-то постучался и сказал подыши. И сколько бы человек ни спал, выспаться он не может. Ну вот, некие такие данные, это банально из интернета взяты. 70 человек погибли в автокатастрофе в Нигерии. По предварительным данным, виновником столкновения мог стать водитель автобуса, который уснул за рулем. В Киргизии водитель убил 12 человек и покалечил 15, заснул за рулем. Автобус с 38 туристами на большой скорости врезался в грузовик и загорелся. Погибло 17 человек. Один из выживших в этой аварии сообщил, что водитель, по всей видимости, заснул за рулем. И это можно бесконечно продолжать. Вот взять средства массовой информации, это обязательно где-нибудь там раз в месяц, а то и чаще. Заснул за рулем, выехал на встречную полосу, извините, трупы. Вот совсем недавняя ситуация, ну недавняя, 2009 год. В 2 часа ночи трасса Новосибирск-Павлодар на полном ходу опрокинулся рейсовый автобус. В результате погибло 9 человек, 38 человек с различными травмами и госпитализированы. Ну и комментарий представителя ГИБДД. В этом месте установлен знак «Опасный поворот». Автобус почему-то не повернул. Вот, пожалуйста, чем это заканчивается. Закончен суд нововодителем автотранспортного предприятия, который заснул за рулем. Его автобус столкнулся с встречным автобусом. Погибла 20-летняя кондуктор. Приговор суда. Три года лишения свободы в колонии общего режима. Вообще, если мы говорим в целом о значимости проблемы, о засыпании за рулем, то порядка 20% всех дорожно-транспортных происшествий связано с засыпанием за рулем. Причем это наиболее опасные ДТП. Ведь человек не тормозит. Человек не уклоняется от препятствия. Хуже того, с появлением, распространением автоматических коробок передач, человеку просто достаточно заснуть, и чтоб его нога упала на газ. Это тоже известная ситуация, когда человек едет-едет спокойно, потом вдруг начинает немотивированно разгоняться и выезжает на встречную полосу. Это вот такое классическое засыпание за рулем. Да, человек засыпает, особенно если с избыточной массой тела, нога падает на педаль газа, и даже скорость не надо переключать, чтобы разогнаться до 150 км в час. А вот что говорят данные по дорожно-транспортным происшествиям у пациентов с синдромом обструктивного апноя сна. У пациентов с апноя сна отмечается увеличение риска ДТП в 4-6 раз по сравнению со среднестатистическими данными. У пациентов с апноя сна риск попасть в дорожно-транспортное происшествие выше, чем у водителей, находящихся в алкогольном опьянении. То есть вот значимость проблемы. А представьте себе Москву. Пустим, 10 миллионов возьмем население. А половина из них взрослые. Ну, 5 миллионов. Так вот, распространенность тяжелых форм апноя сна – это 1% всего взрослого населения. Представьте себе, если мы имеем 5 миллионов, 1% – это приблизительно 50 тысяч человек с тяжелой формой апноя сна. Даже если каждый десятый из них имеет автомобиль, то у нас на дорогах оказывается 10 тысяч водителей, которые испытывают тяжелую дневную садливость и готовы заснуть в любой момент. Вот вам проблема. Ну, а у нас американцы любят все считать. Так вот, обратите внимание, работа 2004 года. Синдром обструктивного апноя сна явился причиной около 310 тысяч дорожно-транспортных происшествий в 2000 году. В этих происшествиях погибло 1400 человек, и ущерб составил почти 16 миллиардов долларов. То есть, вот оценка ситуации по вкладу апноя сна в дорожно-транспортные происшествия. Ну, вот печальная картина того, как человек засыпает за рулем. Вот, обратите внимание, сейчас у него закроются глазки. Раз, два, три. Ну, а человек еще и не пристегнут был, да, и чем это закончилось? Ведь, когда человек едет со скоростью 100 километров в час, когда он закрыл глаза на 3 секунды, он проехал 100 метров. Вот цена вопроса. Ну, и цена его жизни. Вот интересное такое описание, которое я обнаружил в 1909 год. Это уже прошло сколько лет-то? Ну, практически больше 100 лет уже, да? Байрон Брамвелл описал молодого человека следующим образом. У данного парня отмечалось состояние, которое в определенной степени напоминало состояние толстого юноши у Пиквика. Ну, это мы в предыдущих лекциях обсуждали, что такое Пиквикский синдром, и он часто сопровождает синдром обструктивного апноэ сна. Так вот, как только он садился, он сразу же засыпал. А по профессии этот парень был почтальоном и часто засыпал во время езды на сидении кучера. То есть, тогда тоже существовала проблема ДТП, связанная с засыпанием кучера. Ну, там хоть лошадь еще как-то могла сама подумать, где ей пойти или где остановиться, да? Машина, в отличие от лошади, совсем не думает. Но дальше посмотрите, такое интересное, скажем, обсуждение этого случая. Интересен тот факт, что это одно из первых сообщений, где был сделан акцент на опасности засыпания на работе. В данном случае существенное значение с точки зрения владельца, ну, почтовой конторы, да, представляло опасность несчастного случая. Если бы инцидент произошел при данных обстоятельствах, работодатель мог бы взыскать ущерб с работника. Но если работник заснул за рулем, и что-то такое произошло с его почтовой каретой, возможно, он был застрахован от подобных рисков. Но страховая компания, если бы она знала, что работодателю известно о сонливости работника, могла бы легко опротестовать страховую выплату. И это, между прочим, рассуждение 110-летней давности. А ВОЗ, извините, и ныне там. Ну, может быть, в западных странах, это мы еще обсудим, существенная ситуация продвинулась. У нас в России не на йоту. То есть никто у нас по этому поводу каких-то административных решений до сих пор не принял. Я знаю, у нас пересматривается закон о безопасности дорожного движения, и в одном из его промежуточных проектов было включено апноэ сна, как проблема, которая препятствует выдаче водительского удостоверения. Но потом она почему-то оттуда исчезла. Ну вот ситуация такая. А уже проблема фактически с 1909 года. Почему это еще важно? Потому что эффективное лечение апноэ сна практически устраняет риск дорожно-транспортных происшествий. Много работ, посвященных этому, но, в общем-то, смысл такой, что повышенный риск дорожно-транспортных происшествий у пациентов с апноэ сна устраняется, если мы проводим лечение методом постоянного положительного давления в дыхательных путях, то есть применяем СИПАП-терапию, вот эту через масочную вентиляцию. Если человек регулярно спит с этим прибором, какая бы ни была степень тяжести состояния, мы ее нормализуем и практически полностью устраняем дневную сонливость. Отсюда резко снижаем риск дорожно-транспортных происшествий. В этой связи мы тоже провели первое и единственное в России достаточно крупное исследование по изучению степени дневной сонливости и частоты дорожно-транспортных происшествий у пациентов с синдромом абстрактивного апноэ сна. Материалы и методы. Это тоже ретроспективное исследование, изучение историй болезни пациентов, которые обследовались в санатории с 1997 по 2004 год, то есть это 7 лет. Критериями включения были в исследование наличие заполненной анкеты по сну, ну каждый пациент у нас заполнял эту анкету, наличие у пациента водительских прав, чтобы он собственно водил автомобиль, ну и естественно наличие результата у полисомнографического исследования, которое говорило о степени тяжести нарушений дыхания во сне. Ну и исследования исключались пациенты, у которых имелись какие-либо другие клинически значимые расстройства сна, которые тоже могли давать дневную сонливость. В итоге в исследование было включено 927 пациентов, это достаточно большая выборка. Из них 826 пациентов имели различную степень тяжести синдрома абстрактивного пациента, от легкой до тяжелой. Ну а контрольную группу составили 72 пациента, у которых не выявлено было каких-либо нарушений дыхания во сне или других нарушений сна. Ну анкета включала следующие вопросы. Просто банальный вопрос, беспокоит или не беспокоит дневная сонливость по принципу? Да, нет. Были ли у вас дорожно-транспортные происшествия, связанные с засыпанием за рулем? Да, нет. Ну и мы заполняли официальную такую шкалу оценки сонливости Эпворта. В общем-то валидизированная шкала, которая во всем мире признана для оценки степени сонливости. Здесь достаточно может быть мелкий шрифт, но смысл такой, что перечисляется ряд ситуаций, при которых человек оценивает вероятность того, что он мог бы заснуть в этой ситуации. Ну, например, читая сидя. Никогда низкая вероятность один, два умеренная вероятность, три высокая вероятность. Ну и дальше перечисляются различные такие степени активности. Читая сидя, просматривая телепередачи, сидя в общественном месте без проявления активности. Ну тут даже такой пункт есть, сидя и разговаривая с кем-либо. Вообще-то такой, с точки зрения здорового человека, абсурдный пункт. Да, сидя и разговаривая с кем-либо, вы засыпали ли? Но, смею вас уверить, я таких пациентов раз в месяц точно встречаю. Я сижу с ним, он сидит, смотрит на меня. Я ему что-то говорю, он мне что-то отвечает. Потом как-то так глазки закатываются, и он начинает мирно похрапывать. Вот вам проявление выраженной дневной сонливости у пациента с сопной сна. Так вот, это все суммируются баллы, и есть классификация. Ниже 8 баллов это норма, 8-10 баллов это промежуточное значение, а выше 10 баллов это уже признак достаточно выраженной дневной сонливости. Проводился объективный диагноз нарушения дыхания во сне. Мы использовали полисомнографическую систему CompuMedics. Ну здесь стандартная классификация расстройств дыхания во сне. Ну, может быть, она немножечко поменялась в последние годы. В общем, были международные классификации приняты с несколько иной расстановкой индексов. Но здесь принята именно такая, то есть от меньше 5 нет нарушений, от 5 до 10 это минимальные нарушения дыхания, пограничные. От 10 до 20 легкая форма апноэ сна, от 20 до 40 остановок дыхания в час это умеренная форма, и выше 40 это тяжелая форма апноэ сна. Это классификация пациентов, которых мы получили. Ну, те пациенты, которые имели тяжелую форму, они, как правило, были немножко постарше. Ну, это достоверно видно. Они были с большей степенью массы тела. Ну, и, естественно, у них была более выраженная степень сонливости по шкале аппорта, и они чаще попадали в дорожно-транспортные происшествия. Ну, вот здесь в табличной форме это все достаточно хорошо видно. Здесь приведена частота дорожно-транспортных происшествий в зависимости от величины индекса апноэ-гипопноэ. Фактически от степени тяжести нарушений дыхания во сне. И мы видим, что у пациентов с тяжелой формой, индекс выше 40, практически 20% пациентов до того, как они пришли к нам, попали в ДТП. Иногда повторные. Причем, я ведь подчеркивал, что это самые летальные ДТП. Это значит, кто-то из них вообще до нас и не дошел. Увы. И мы видим, что это приблизительно в 5 раз выше, чем у пациентов, у которых нет нарушений дыхания во сне, ну или легкие формы апноэ-сна. Здесь немножко другая классификация. Частота дорожно-транспортных происшествий в зависимости от индекса сонливости, который, в принципе, коррелирует со степенью тяжести. Есть пациенты, допустим, даже с тяжелой формой апноэ-сна, у которых есть сонливость, а есть пациенты, у которых нет сонливости. Но это мы в зависимости от степени сонливости. Да? И обратите внимание, при индексе выше 20, то есть такая резкая дневная сонливость на основании шкалы Эпворта, 33% пациентов побывали в ДТП до того, как они пришли к нам в лабораторию сна. Ну и итоговая табличка, где мы сопоставляли пациентов просто в зависимости от индекса апноэ-гипопноэ, вне зависимости от наличия или отсутствия сонливости. Потом пациентов, у которых не было сонливости. Вот интересно, здесь действительно такая группа пациентов, что даже имея тяжелую форму апноэ-сна, у них нет дневной сонливости. Может быть, достаточно мощная нервная система, так называемый тип А нервной системы, когда пациент, как правило, особо ни на что не жалуется. И сердечно-сосудистые заболевания у них внезапно развиваются, то у них ничего не болит, и вдруг инфаркт. И вот здесь та же ситуация, то есть организм всячески пытается как-то с этой ситуацией справиться, и может быть, человек на самом деле не испытывает сонливости. Но другая ситуация, если мы имели пациентов с апноэ-сна, да еще и с индексом сонливости выше 10, вот здесь 25% пациентов. То есть представьте себе ситуацию. Если у вас пришел пациент на обследование, вы поставили ему тяжелую форму апноэ-сна, да еще заполнил он индекс сонливости, и у него оказался выше 10, то вот у него риск попасть в ДТП 25%. А еще раз подчеркиваю, это самые опасные дорожно-транспортные происшествия. И здесь, естественно, возникает вопрос о том, что это нужно и на медицинском уровне, и на законодательном уровне максимально обезопасить и самих этих людей от того, чтобы они попали в ДТП, и тех, кто вокруг, естественно, тоже. Выводы из этого исследования. У пациентов с умеренной и тяжелой формой апноэ-сна отмечается достоверное увеличение частоты дорожно-транспортных происшествий. Существенное влияние на частоту ДТП у пациентов с апноэ-сна оказывает степень дневной сонливости. У пациентов с умеренной и тяжелой формой апноэ-сна и индексом сонливости выше 10 по шкале опорта частота дорожно-транспортных происшествий в анамнезе составила 18 и 26%, что приблизительно в 5 раз выше, чем у пациентов, у которых таких проблем нет. И это, соответственно, превышало достоверно частоту дорожно-транспортных происшествий в контрольной группе, у которых не было нарушений дыхания во сне. Ну и, соответственно, увеличение риска дорожно-транспортных происшествий у пациентов с апноэ-сна ставит вопрос о необходимости выявления и лечения данной категории лиц. Особенно это касается водителей, занимающихся перевозкой людей и опасных групп. И целесообразно рассмотреть вопрос включения апноэ-сна в перечень заболеваний, которые могут служить основанием к ограничению выдачи водительских прав. В этом смысле, кстати, интересно посмотреть на зарубежный опыт. Там этой проблемой достаточно серьезно занимаются. В США, в большинстве штатов, врач самостоятельно принимает решение о том, информировать или не информировать органы регистрации автомобилей о наличии у пациента апноэ-сна. То есть, если он считает, что у пациента тяжелая форма и сомневость, он информирует соответствующие лицензирующие органы и те ограничивают выдачу или забирают водительскую лицензию. В Канаде мы видим, что в 7 из 11 провинций врач обязан информировать органы регистрации автомобилей о наличии у пациента апноэ-сна, что может повлечь за собой решение водительских прав, если пациент не получает адекватного лечения. В Австралии и Великобритании, такое Соединенное Королевство, тут интересный такой немножко другой подход реализуется. Пациент, у которого выставлен диагноз апноэ-сна, обязан самостоятельно информировать государственные лицензирующие органы и страховые компании. В основном это, кстати, следствием этого является резкое увеличение страховки, иногда в несколько раз, а у них и так страховки очень немаленькие, ответственности за ДТП. Так вот, фактически такое некое экономическое давление на этих пациентов, то есть будет не 1000 фунтов стерлингов, а 3-4 тысячи фунтов стерлингов в год. И уж пациент сам подумает, садится ему за роль или не садится. Более того, если он не проинформировал лицензирующие органы, а произошло ДТП, и потом узнали, что у него апноэ-сна было, то это осложняющий или утяжеляющий фактор, который, соответственно, будет в суде трактоваться как, так сказать, утяжеляющая ответственность. В случае отказа пациента от лечения врач тоже может самостоятельно информировать лицензирующие органы о наличии у пациента апноэ-сна, что тоже повлечет за собой отмену водительской лицензии. Интересен тот факт, что во всех перечисленных странах врач первое обязан человека предупредить и под подпись его предупредить, что вероятность ДТП высока и что нужно ограничить вождение автомобиля, ну или, соответственно, те или иные официальные действия предпринять, ну и лечить, соответственно, заболевание. Так вот, а если врач не предпринял эти обязательные действия, а ДТП случилось, то сам врач может быть привлечен к уголовной ответственности в случае наступления тяжких последствий. То есть это обязывает врача и диагностировать, и лечить, и информировать. К сожалению, у нас в России ни одного документа такого нет. Мы, когда ставим диагноз, мы, конечно, в заключении пишем пациенту, что пациент предупрежден об опасности управления автомобилем и вероятности влечения ДТП, но никаких таких официальных последствий в стране у нас это не влечет. Этот пациент может просто игнорировать наши рекомендации, сесть за руль и поехать. Соответственно, мне кажется, что с учетом важности проблемы засыпания за рулем у пациентов с синдромом обструктивного апноэсна необходимо решать следующие задачи. Первая – это информировать население, водителей, транспортные и страховые компании о проблеме синдрома обструктивного апноэсна и засыпания за рулем. То есть говорят, не может государство спасти, спасайся сам, да, ну или работодатель. Второе – обучать врачей основам медицины сна и расширять сеть сомнологических центров, занимающихся диагностикой и лечением апноэсна. Чем больше будет таких центров, тем больше вероятность, что все-таки эти пациенты будут приходить и получать адекватное лечение. Ну и третье, еще раз, о чем я говорил, что на государственном уровне необходимо подготовить и принять законодательные акты, регламентирующие вопросы выдачи водительских прав пациентам с синдромом обструктивного апноэсна. Ну и тогда, надеюсь, мы будем вот только такие катастрофы видеть на дорогах, как этот бедный ослик. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok